есть прям явный щелчок такой хороший что ты творишь илюша так вот это уже идет хороший всем привет друзья мои сегодняшний фильм о мощных палках будет немного своеобразной скажем так то есть я в данном фильме покажу вам палочку которую сняли с производства но я хотел бы ее показать вам потому что данный спиннинг ну стоит нашего внимания вот и немного расскажу почему я выбираю жесткие палки почему же я именно так слово забыл почему же я так щепетильно отношусь к выбору троллинговой палки при ловле судака итак сегодня я вам покажу палочку от компании black hole палочка серии панишер размер у нее 230 тест 250 грамм данная палочка которая у меня скажем уже сколько несколько сезонов скажем так несколько лет присутствует это претеринник что же такой претеринник претеринник это когда завод заказчику присылает несколько вариантов палочек с разнообразными катушкодержательными с разнообразной фурнитурой fuji там разный вот с разнообразной расстановкой колец почаще пореже пониже кольца повыше кольца вот и тому подобное скажем так это претеринники так вот когда данную палочку кстати данную палочку сняли с производства так вот когда данную палочку к сожалению сняли с производства мне довелось у компании black hole взять несколько претеринников я себе их выбрал отобрал и там более десятка я себе выбрал порядка там пяти наверное претеринников и приобрел у них скажем за смешные деньги потому что данные палочки без 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 чехла они уже поцарапаны скажем как выставочные варианты внешних вид внешний вид палочек скажем так не новый так вот данной палочкой данной палочкой я ловлю уже несколько сезонов и очень доволен почему же я решил ее вам показать почему же я решил именно затронуть эту палочку многие скажут что ты показываешь если найти уже невозможно потому что друзья мои просят подписчики показать именно строй удилище панишера поближе то есть и немного о нем что-то рассказать хотя видео с воды есть видно там наверно может плохо видно я не знаю но видел с водой есть этого недостаточно попросили показать поэтому показываю реально данную палочку найти уже практически невозможно если вы где-то найдете рекомендую ее взять вам так вот данная палочка сейчас я вам покажу строй она в меру жесткая она универсальная она подходит как под мелкие разные приманки так и под большие приманки вплоть до халкообразных минимальные приманки можно использовать допустим ну сальма хорнет 5 5 номера то есть всю серию хорнет наверно с ней можно использовать ну наверно там не совсем только маленькие хотя не пробовал скажем разнообразные дип крэнки 65 потом 75 приманки разнообразные типа дип вечера от герману типа дип шекера от серию бита 75 85 до 65 дип крэнки от серию бита вот или гудзу от германа это реплика под зи бейтс б свитчерс 4 4 метровый то же самое кстати оригинал можно использовать разнообразные то же самое допустим он бил от юзури 90 данная палочка справляется и передает их работу нам то есть она справляется с данными приманками очень важно чтобы палочка передавала нам работу приманки если палка не передает нам работу приманки значит она не подходит для данных приманок давайте я вам покажу ее поближе и расскажу почему вообще как бы да в данном видео расскажу почему я выбираю жесткие палки опять же они должны быть разные под разные условия ловли там по дахту бы одни палочки под рыбинку другие палочки но суть остается сутью то есть нам нам закрыта дорога на ловлю с крокодилом то есть я никогда в жизни не возьму крокодил и не буду с ним ловить но если только как говорится нужда не заставит и просто вот нужно будет наловить рыбу а другой палочки не будет нужно кушать очень хочется как говорится когда кушать ну все давайте приступим и я вам покажу сейчас строю делища и расскажу о данных палочках данный спиннинг подходит под халкообразные но скажем так работает с ними на пределе больше бы я отнес его бандитообразным приманкам вообще на самом деле это такой скажем средний универсал то есть средний то есть но он не под все приманки большого плана подходит я говорю про водоемы на течение вообще как бы изначально по молчанию говорю я говорю про водоемы астраханской области то есть ахтуба волга но зато друзья мои данный типаж я думаю можно будет использовать и на рыбинки я думаю что он будет отрабатывать это вот так вот так на ахтубе он может загнуться посильнее она рыбинки я думаю где то вот так ну это все надо опять же проверять смотреть у меня сильного опыта по рыбинки нету но вот строй данного удилища вы можете наблюдать сами под ахтуба он вполне подходит под волгу под ахтуба у меня есть спиннинги более жесткие но данный спиннинг подходит спиннинг имеет неплохую чуйку сильно легким назвать его я не могу но он и не тяжелый есть палочки полегче есть палочки потяжелее что-то среднее так для чего же нужны именно такие жесткие палочки почему я так тщательно подбираю спиннинги для троллинговой ловли давайте начнем с контроля приманки жесткая палочка с хорошей чуйкой позволяет нам полностью контролировать ход событий позволяет нам контролировать приманку то есть поклевки повисла ли травка на этой приманки какое дно находится под приманкой скажем у приманки касание приманкой каких-либо объектов это все нам позволяет сделать хорошая качественная жесткая палка жесткость палки мы уже подбираем под свои условия ловли для каких-то водоемов нам нужна палочка со 100 граммовым тестом там со 150 граммовым тестом с 200 граммовым тестом с 400 граммовым тестом и тому подобное или допустим 20 лб 30 лб 50 лб для каких-то даже наверное водоемов я могу в это поверить палочки но я думаю что все равно там грамм 80 70 грамм но это если мы ловим совсем на какие-то приманки наверное очень лайтовые хотя я вам сейчас такую расскажу вещь что на самом деле вот эти палочки которые я вам показываю в том числе и вот этот панишер который я держу в руке он справляется с с маленькими приманками с маленькими кренками с маленькими минохами то есть допустим хорнет от сальма 5 номер вполне подходит для этой палки если взять какие-то наверное совсем лайтовые ваблерочки типа чабиков то я не пробовал скорее всего конечно нет здесь наверное нужно брать какую-то палочку вот там да наверное грамм до 70 может быть что-то какая-то кстати хорошая может быть джиговая палочка для этих целей подойдет для тяжелого джига но мы сейчас говорим не о том троллинге мы сейчас говорим о троллинге именно ну скажем о тяжелом троллинге о приманках алкообразных бандитообразных менсообразных там юзури кристалл миноу дип о приманках такого уровня у реках скажем с глубинными не полтора два метра у нас речь идет о глубинах ну наверное минимально три с половиной и до 10 метров до 12 до 16 метров неважно то есть до больших глубин предела нету так вот сразу чтобы люди понимали речь идет именно о таких глубинах и о таких приманках и соответственно я разговариваю о спиннингах именно такого уровня так вот в серии фильмах о мощных палках именно речь пойдет об этом об таких палках то есть для разных водоемах в основном буду разговаривать и говорить о палочках для скажем астраханской области для ахтубы волги ну тому подобное для возможно камы и в то же время я постараюсь рассказать постараюсь показать палочки которые я бы использовал я использую на водоемах без течения допустим рыбинка какие-то ну любые любые водохранилища скажем так где течение непонятно туда и она или сюда и она или вообще туда и она вот то есть для я так называемых для больших луж также я думаю что в принципе люди могут подобрать себе палочки в моих фильмах и для таких скажем редко как а так вот для чего же нужны такие палочки как я вам уже сказала для того чтобы полностью контролировать ход событий скажем так и для того чтобы подсечь во время рыбу то есть чтобы не было провала определенного так называемого провала при подсечке что же такой провал при подсечке то есть попытаюсь вам объяснить держим спиннинг делаем подсечку и когда мы делаем подсечку теперь задумайтесь если спиннинг не настолько жесткий что он делает в первую очередь он сначала любой вообще спиннинг сначала сгинается вот вопрос насколько он согнется сколько времени он будет сгинаться когда он станет до определенного момента станет определенном моменте и начнет уже с нашей рукой двигаться в наше направление скажем так да это на самом деле секундные какие-то моменты секунда 2 там и не знаю сколько но это на самом деле очень важно то есть чем меньше вот этот провал тем быстрее мы подсекать тем качестве нас подсечка то есть я подбираю палочки с минимальным провалом то есть ловить можно по сути даже есть палочки которые контролируют приманку и более гибкие скажем не такие может быть не такие жесткие спиннинги но те палочки страдают именно при подсечке провала такого плана палочки более гибкие они хороши наверное как раз вот для стаканного троллинга или как я называю для поджопного троллинга когда допустим люди имеют хорошие катера вот они ставят или значит с консоли имеется ввиду они ставят значит спиннинги спиннингодержатели стаканы или кладут вот так вот попу хорошее кресло у них они сидят рулит его для этого конечно спиннинги подходят именно более гибкие потому что если использовать более жесткий спиннинг тут уже с настройками фрикциона нужно играть очень 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 грамотно а иначе сход рыбы поломка или каким-то образом потери спиннинга очень сильно чревато почему потому что мы не контролируем никак ход событий ну если только наш зад может контролировать ход событий ну и то он не всегда наверно справится с этой задачей так вот я люблю когда мы держим спиннинг в руке ловить именно на палочки жесткие мне не нужно мне не нужна палочка чтобы она сгиналась то есть мне достаточно нагрузить палочку мне нужно нагрузить палочку до определенного момента то есть я понимаю что воблер завелся он работает и все я держу такую скорость и иду значит с данной скоростью и дальше при поклевке жесткой палочкой у меня происходит молниеносная подсечка без провала дальше для чего же нужны жесткие палочки для анимации приманки то есть когда мы идем дорожкой когда мы идем троллингом я слова дорожка не очень воспринимаю кстати потому что дорожка с одной стороны да мы дороже но многие почему-то сразу начинают ассоциировать и привязывать дорожку к русской дорожке русская дорожка и троллинговая дорожка это две разные вещи то есть я считаю что ну старую русскую дорожку на веслах если можно знать русская не знаю вот я считаю полностью бестолковой кроме накачки мышц она ничего нам не дает то есть мы не контролируем приманку мы не контролируем ход событий мы ничего не контролируем лишь бы чего не клюнуло попалась бы и слава богу так вот значит когда мы идем дорожкой то есть троллинговой дорожкой да мы иногда анимируем приманку имеется ввиду анимируем подыгрываем подтвичиваем мы заставляем рыбу ну то же самое как при ловле твичингом да то есть мы заставляем рыбу еще больше реагировать то есть пассивная рыба реагирует намного лучше это данный вид ловли данная техника ловли она хороша еще в момент пассивного клева что мы делаем значит как это происходит как я уже показывал у себя видео мы отдаем спиннинг назад делаем небольшую паузу и подаем спиннинг вперед желательно его остановить напротив нас даже чуть-чуть не доводя нас чтобы оставить место для подсечки так вот для этого как раз и нужно опять же жесткая палочка потому что если палочка будет не жесткая скажем такая более гибкая ватная палочка эту анимацию мы качественно не сделаем мы что-то там про анимируем конечно с манкой но это будет не то чтобы мы хотели сделать именно жесткой палкой жесткой палкой анимация будет происходить более явная то есть более правильная наверное ну вот как то так и самое основное наверное почему же я беру именно жесткие палки почему я их влюбил из-за судака из-за судачек поклевок то есть основная моя добыча основная моя цель это судак и сом при троллинговой ловли на ахтубе налоги поэтому я и выбираю такие палочки то есть судак из-за судака даже больше судак он как у нас клюет на джиг да вот представьте поклевку джиговую вот на самом деле все то же самое происходит и при троллинге он же сильно ведь рыба не понимает не выбирает допустим это силиконовая приманка я клюну так это у нас воблер я клюну вот так по сути судак клюет одинаково что на джиг что на троллинг что на какую-либо другую приманку ведь у судака поклевки крайне осторожные скажем деликатные поклевки не потек не поймал как при джиге да и зачастую бывает то же самое при троллинге то есть приходится молниеносно реагировать молниеносно подсекать да конечно у воблера у троллингового воблера два тройника три тройника не как у джиговой силиконовой приманки скажем один крючок или два там крючка как двойник допустим шанс повиснуть самозасечки он большой ну как большой большой в принципе относительно но вы можете выбрать для себя ловить на самозасечку не слушать скажем меня и ловить на самозасечку будете тоже ловить люди же так ловят и ловят принципе неплохо скажем успешно но если вы послушаете меня скажем так и поймете вот кто понял они меня уже благодарят за это вот если захотите понять это дело и ловить как я именно потекая именно на поклевки до судака троллингом в один спиннинг то вы будете ловить в два в три раза больше чем те люди которые ловят просто на самозасечку из-за того что просто приманки два-три тройника и судак просто виснет цепляется он не хотел это сделать он ушел от вас если бы вы оставьте ему грубо один тройник и грубо там не знает сделать крючочек сверху одинарный как у джига и ловить на самозасечку да вы практически ничего не поймаете вам придется подсекать как при джиге вот о чем я хочу сказать поэтому если вы хотите увеличить шансы если вы хотите увеличить поимку рыбы увеличить свой результат да улучшить свой результат то вам просто придется научиться ловить именно на поклевке подсекая судака ловя его троллинг так вот друзья мои качественно выбранная палочка под ваши условия ловли она вам даст возможность качественно и интересно ловить рыбу все друзья мои всем рыбацкой и жизненной удачи ловите больше отпускайте чаще